здравствуйте ребята сегодня у меня на кухне будем готовы тушки молодых перепелов сами перепелочки уже очищены значит по перепелке перепел на данный момент вы бачите тушку породы альбинос техасский белый фараон американский белый боб белый ну что на него говорить бролерного типа хочу сказать что это птица самая крупная из мяса яичных пород у меня на ютуб канале хитруки лена жизнь плейлистах есть видео и переработки птицы это птица в живом весе 450 и до 600 грамм маточное поголовье яке у нас последний раз вважится контрольное взвешивание и ставится на материнское стадо мы также с нашего хозяйства продаем инкуб яйцо как техасса также и цветного крупномясного перепела по птицы это видео будет как и информация для перепеловодов в начинающих перепеловодов также будет це видео информация для моих заказчиков кто приобретая умена мясо я проживаю город первомайск николаевская область территориально це юг украины приобретая умена тушки перепелов всегда акцентирую я что есть у нас если курочки супови и есть если молодняк цепь 30 выбивается 50 52 дня птица банкетного направления можно як на барбекю на мангал можно на сковородке можно в духовке можно малышаткам деткам делать такие легенькие супчики на прикормочку и соби любимым кто уважает сам себе той конечно покупает продукт высокого качества птицу я вскриваю по спине дабы не было разрыва в пищевода внутренностей желчи и так далее чистое вскритие и где выбираются у нас вот тут вот легкие выбираем то что несъедобное надпочечники легкие никаких семянников мы тут не оставляем никаких яичек если это курочка мы ничего не оставляем тушка должна реализовываться то что съедобное и немаловажно есть многие перепеловоды вот тут оставляют семянники такие хвости если петушок значит у петушка оставляют такую бульку где находится в него семья я всегда говорю вишенька семья для оплода курочек дабы было инку пейцо ну вы сами понимаете как у животных так и у птицы то что несъедобное воно не должно быть воно уходе на корм животным и котам то есть такую тушку мы и предпродаем сколько тушек идет на килограмм ну три штучки четыре это затруднительно мне найти но ну затруднительно самым меньше может там двести восемьдесят грамм если это петушки разница почему потому что есть петушок петушок у перепелов он всегда меньше а курочка вона у перепелов всегда больше вот и получается что курочки крупнее три штучки на килограмм вот а петушки конечно мельче як определить птица молоденько не молоденько вот внутренний жирочек мы бачим да птица кормиться на наших самодельных кормах ну до трех недель мы кормим конечно стартом потому что перепелка рождается 10-13 грамм совсем маленькая крошечка и вона не в состоянии ее пищеварительный тракт то есть тот же самый пупчик и керасасывается в течение пяти дней там же есть желточек вины в состоянии переварить от цель на зерно пускай хоть воно там было и мелко измельченное а дальше до трех недель мы кормом заводским кормом корм дорогостоящий премиум классом ну а дальше уже с трех недель и до забойного возраста мы кормим своими кормами самодельными я показываю на видео як мы корма делаем делаем закупку также зерновых и можете ознакомиться даже если вы не рассматриваете будьте заводчиком перепеловодом получить информацию получить информацию якими кормами я кормлю свое хозяйство также можете в плейлисте натуральная комбикорма ознакомиться какие корма у нас есть ну да то зерновых злаковых мы добавляем конечно же макуху макуха у нас и до теки подсолнечникова и с осенью вот даже с ноября 2021 года мы добавляем уже сыру семечку связи что очень ребята дорогостоящая макуха и мы конечно уже закупили семечку тоже я показывала и семена перебиваем подсолнуха на корм также из сочных подкормок есть як морковка як капуста белокачана из травяной подкормки за горохлина ботва горохленка яка мы сушим на чердаку в зеленом состоянии до цветения и также у нас есть и люцерна ну наглядно если я забывала птицу в 60 дней до 55 60 дней буквально ты даже 10 дней бишь насыщенный есть тут жирочек вот ну и до 50 дней тоже птица нагуляла жир и внутренний жир тоже есть внутренний жир вин такого белого цвета жирочек светленький если вы покупаете на рынке птицу и если птица закрытую например спина цела и делали возле клаки вскрытие ну понятно что там возможно и кость мусора и биша оставили семенники це яйца это возможно там там шланг очки трахееки не вытянули легкие яки вот например вы заморозите мясо да потом будете его размораживать оно будет вот тут темного цвета ну каждый то есть от от покупателя отталкивается заводчик он хочет продать продать в цене более дешевле значит ему надо удешевить свой товар удешевить тем что тут надо больше оставить мусора ну это маркетинг это экономика и перепроизводство вы сами понимаете что каждый хочет заработать если вы покупаете птицу десь на рынках или вам говорят что мы вам забой сделаем забой тоже есть разный есть как несушка есть птица яка уже отработала на инкуп яйцо и есть вот тут жирок таки він более желтый он таки как желток может быть и мясо конечно буде считаться як супове или переработка на фарш есть видео на канале можете ознакомиться мы тоже перепелов яки работали у нас на маточное поголовье там в год и десять месяцев то есть в десять месяцев и в год мы делали забой и делали фарши переработку там действительно був таки насыщено желтый цвет значит вот такие перепелочки что я буду с них готовить а я буду с цих перепелов час мариновать их и запекать овощами вот мяско тут есть вот бачите единстве этой жирочек шоу тут есть внизу и вот тут возле шейки тут трошечки я жирка а то все то все мясо так ну и выхода скільки будет костей хочу сказать ребята если вы купите килограмм кильки килограмм кильки значит килограмма кильки буду отходов 300 грамм не вірите купить и переважьте это с учетом того что вы вы кинете голову внутренностей хребет хвост оставите теки две половинки филейки вот с этой перепелочки яку я буду запекать буде отходов а именно от этих костей чек костей чек у нас будем тут хребет же ж есть вот самое основное хребет шия крылышки вот ну максимум я говорю 16 18 грамм костей но я уже на такий поход даю говорю 20-25 грамм костей пускай буду с одной перепелки то есть купить перепелов приготовить намного выгоднее чем покупать кильку хотя кильку тоже кушать ребята надо значит маринад а маринад у нас вот такий все сухий будет посол сухий маринад тут у нас находится перцы трех цветов красный белый черный тут находится соль маленький маленький такие кусочек маленький кусочек мускатного ореха и сухий чеснок и кими сушили из своего огорода шем можно если вы любите календар значит убираете мускатный орех добавляете календар ну или на ваше усмотрение для своих покупателей кто мне приобретает мясо я вам всегда кажу что перепел любит сливку сметану и любит чеснок не так лук як чеснок вот свинина например да любит лук а вот перепелочка любит чеснок и сливочный соус но спрашивали мне или с апельсином с апельсином дочка готовила тоже было вкусно на яблочной подушке тоже было вкусно с картошкой на картошке тоже вкусно и запекать перепела сливой дуже хорошо с вяленой сливой на чуточку добавить и копченый для аромата также с грушей с яблоками с тыквой сейчас время есть тыква можно с тыквой запекать ну и пишите ребята в комментариях чем вы запекаете перепелок ну а я щас буду мариновать нам уже не надо перепелку вскрывать в она у нас уже вскрыта значит шо мы делаем берем специи и присыпаем присыпаем изнутри хорошо так втираем вот ну тут косточка ек косточка бишь и сюда дэ ребрышки вот так дэ ляшечки с той стороны также дэ ребрышки и сюда дэ шейка дэ мяско есть все специи вот такие вот внутри ставим и оставляем мариноваться мариноваться чем дольше тем лучше то есть до двух часов но если вы сильно торопитесь дайте познакомиться цим специям с мясом с солью тоди буде грудка более вкусней а чтобы не было вот эта мясная грудка суха смотрите продолжение видео 2 я даже сама не знаю какие получится перепела потому что получается по-разному если я планирую их запекти на противне но и в процессе пока перепелочки наши маринуются у нас может переиграть аппетит и мы можем их приготовить с овощами подписывайтесь ребята на youtube-канал давай-давай ага тут моя дочка решила поделиться то что вона запекала вчера ну скажи пожалуйста очень вкусно очень вкусно это запекала в стеклянной форме в на противне и запекала от 30 до 40 минут за процесс чтоб уже запекался вот такая вот вкусно перепелочка косточки косточек нету уже нет но покажи кого на внутри тоже со специями вот специи внутри то же самое что я вам сказала счастье специи так ольга и делала и жарочек такой вкусный цирка шкуя субе ввес добавлю вообще вкуснота так вкуснота так а хочу еще добавить то что ребята если вас есть возможность выращивать перепелов выращивайте если у вас нема возможности выращивать перепелов зарабатывайте побольше денег звонить вот нам сейчас звонить клиенты и заказывайте у нас мясо перепелов подписывайтесь ребята на youtube-канал хитру кирина жизнь задавайте вопросы на интересующую вас тему от сниму у нас есть перепела гибрид помесь двух пород она получилась цветна и мы будем закреплять ее весом дабы в она тоже была мясна потому что перепела едят одинаково чины сушки 400 граммов и перепелочки че пол килограммов и перепелочки уход за ними одинаков но по выходу вы получите или 25 килограмм мяса или вы получите 35 40 килограмм мяса разница есть есть калькуляцию считаем и понимаем в чем есть разница также по вопросу инку пьяйцо лена ли продаю я инку пьяйцо ну ребята инку пьяйцо 10 гривен штука это от техасского нашего перепела ну и на него как бы казать и нема свободного наличия так что вы прозванивайте все-таки записывайтесь так как мы работали предыдущих три года у нас была очередь но даже и зимой у нас нема в наличии свободного яйца так что если кого заинтересует я житель украины город перомаск николаевская область южная часть номер телефона 067 347 68 32 до цього номера у нас підключен вайбер отправляем инку пьяйцо транспортной компании новая почта по территории украины вы или звоните или цели экономии можете написать мне на вайбер и обговорить вот забирай и обговорить если есть у вас заказ по мясу мясо мы реализуем як по украине также и город первомайск спасибо моим ну вот дабы посуда была вы сами понимаете что была тики от мяса ольга опять ольга опять продолжает готовить у ней свои свои питания вот ну и мы постепенно плаваем як від одного питания до другого питания то так как сына сын должен питаться то я в дочке должна питаться ну то есть у нас ребята здоровое питание значит вот так вот внутри да бачите промассировал промариновал но все тяки так я чуть-чуть а потом еще другими секретными приправками посекретничаю ну да в тебе секретные приправки конечно вот и на противень конечно будет все в следующем видео я кио я кио запекти чтобы вот его не спортили вот молодец печи хорошо стеклянной форме но я же в глиняной печу вкусно я зробила вот конечно вкусно николаевна у меня еще вот яичко варе в ней все під веса все должно быть зафиксировано яйца це у нас здоровий двух желтковые несут перепелочки так что мы их кушаем если кому надо перепели не двух желтковые можем продать знаешь возвращаемся до мяса мясо продаем город первомайск вот есть группы первомайские даю я рекламу коли у нас будет вырезка будет у нас ближайшая вырезка четвертого декабря будет молодое мясо будет очень вкусно молодое мясо так как уже в корм мы закупили кукурузу и перепела наши уже едят даже кукурузу а предыдущие вот эти вот перепелочки у нас ели мало кукурузы я говорила что и 20 процентов и пятнадцать десять и на последних сутках мы закупили уже зерно и слава богу есть я показала яки зерно яка зубата кукуруза наиба томочки так что можете ознакомиться яки злакове мы закупаем так о чем я хотела говорить есть я в соцсетях инстаграм инстаграм хитрук елена также есть я в фейсбуке фейсбуке хитрук елена и на ютубе ну на ютуб хитручкин двор там у нас уже закрыта но я бы казать информация есть но мы не работаем на том канале мы работаем на нашему сейчас основном канале хитрук елена жизнь вот есть визитка есть номер телефона и есть переработка яйцо есть как пищевое есть инкубационное и если вам на какие-то там праздники торжества мы можем замариновать есть ассортимент более 10 рецептов маринованных и даже разноцветных от куркумы от свеклы разноцветные маринованные яйца есть у меня на рецепт на канале и также есть и видео обзор видео рецептов в баночках маринованной перепелывания яйца значит есть уже у нас копченые очень редко если есть наличие мяса можем закоптать если остается в наличии мяса и также сыра вяленые перепела сыра вяленые холодного веления до трех недель и я горячего веления это тоже если мясом она запланирована на веления но скорее всего шумы вот будет в декабрьская вырезка у нас 4 декабря и мы будем делать деликатесы к новому году так ну все ребята и ты уже все я продолжаю мариновать перепелов думаю такую информацию интересную дала ольга уже и замариновала секретными специями но и можешь повернуть на животик показать на животику а животики кий тоже вы нашел специи